Ваше Преосвященство, Всечестные Отцы, Матушки, Братья и Сестры, сегодня мы продолжаем чтение творений святителя Иоанна Златоустого, первый том «К враждующим против тех, которые привлекают к монашеской жизни». Три слова святителя Иоанна Златоустого, но мы будем читать слово «К верующему Отцу», это третье слово, немного история об этом обращении святителя Иоанна. Три слова под этим общим заглавием, из которых второе имеет еще надпись «К неверующему Отцу», то есть к языческому, а третье – к верующему Отцу, то есть к христианскому, написанное святителем Иоанном Златоустом в 375-376 году, «Когда он сам жил между отшельниками и когда монашуствующие подвергались жестокому преследованию от доброжелателей их разным укоризнам при орианствующем императоре Валенте». Итак, слово третье «К верующему Отцу». «Научим теперь и верующего Отца, что не должно враждовать против тех, которые привлекают сына его к богоугодному». Далее святой Иоанн напоминает верующему Отцу о страшном суде. «Тогда мы дадим страшный ответ и в том, что теперь кажется маловажным, ибо судья с одинаковую строгостью требует от нас попечения о спасении нашим и наших ближних, дабы никто-нибудь не сказал, что мне заботиться еще о других. Погибающий пусть погибает, а спасающийся пусть спасается. Это нисколько меня не касается. Мне велено смотреть за собою». Дабы кто-нибудь не сказал этого, Павел, желая истребить такую зверскую и бесчеловечную мысль, в послании к римлянам заповедует иметь великое попечение об этом долге, поставляя сильных как бы отцами для немощных и убеждая заботиться об их спасении. Но здесь он говорит это в виде увещания и совета, а в другом месте потрясает души слушающих с великой силою, когда говорит, что неродящие о спасении братья грешат против самого Христа и разрушают здание Божье. Посему и Павел называет верующих светилами, выражая, что они должны быть полезны и другим, ибо светило не было бы и светилом, доколе освещало бы только себя. Поэтому он неродящих, а ближних, называет худшими даже язычников. В следующих словах. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Что же он хочет здесь ознать и словом «не печется»? Доставление необходимого, я думаю, что он разумеет попечение о душе. Рассудим же теперь о важности нашего греха. Покажем, что неродение о детях больше всех грехов и доходит до самого верха нечестия. И далее излагаются степени порочностей от небрежения о животных, даже животных врагов, заметим, до небрежения о детях. Всего десять степеней. И за тяжесть этих грехов будет соответствующее наказание. И святитель Иоанн приводит в пример священника Илья из Ветхого Завета, который был наказан за проступки своих сыновей. А проступки этих сыновей состояли в любодеянии и чревоугодии. Они, говорится в Писании, ели священное мясо прежде их освящения и прежде возношения жертвы Богу. Слыша об этом, отец не наказывал их, а пытался словом и убеждением отклонить их от этого нечестия. Он выставлял на вид грех, показывал его ужас, объявлял и угрожающее за него тяжкое и страшное осуждение. Однако же так, как не все делал, что следовало, то и сам погиб вместе с ними. Следовало бы и усилить угрозы, и прогнать их с глаз своих, и наказать бичами, и быть гораздо более строгим и суровым. А так, как он ничего этого не сделал, то разгневал Бога и против себя, и против них. И, оказав неуместное снисхождение к своим детям, вместе с детьми, погубил и свое спасение. Не то, чтобы он не вразумлял, он и вразумлял, но Бог говорит, что это еще не вразумление, и отверг его, потому что оно было без силы и настойчивости. Так, если мы хотя печемся о детях, но не столько, сколько нужно, то и наше попечение не есть попечение, как или его разумление. Если же и священника, престарелого, знаменитого, 20 лет безукоризненно начальствовавшего над еврейским народом, жившего во времена, не требовавшего великой строгости, ни одно из этих обстоятельств не могло извинить, но он погиб ужасно и бедственно за то, что не заботился о детях с полным вниманием, то какое осуждение постигнет нас, которые живем во времена, требующие гораздо большего любомудря, но не имеем и его добродетели. Бог говорит ни одному Илью, но через него и его страдания всем, подобно ему согрешающим, Бог нелицеприятен, и если он так истребил со всем домом менее виновного, то не оставит без наказания совершивших более тяжкие прегрешения. Нельзя сказать и того, будто у Бога немного попечения о воспитании. Об этом деле, о воспитании детей нет. Он имеет великое промышление о воспитании детей. Для того Он и вложил такое влечение в природу родителей, чтобы поставить их как бы в неизбежную необходимость заботиться о детях. А впоследствии в своих изречениях Он преподал нам и законы касательно попечения о них. И, учреждая праздники, повелел объяснять детям причину установления их. Так, сказав о Пасхе, он присовокупил. «И объяви в день тот сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». То же самое делает Он и в законе. Потому что, сказав о перворожденных, опять присовокупляет. «И когда после спросит тебя сын твой, говоря, что это, то скажи ему, рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. «Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужеского пола». Всем этим он внушает вести детей к Богопознанию. «Посему и блаженный Павел настоятельно убеждает говорить, «Отцы, не раздражайте своих детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно и ничего, не желая считать выше этого, они, необходимо уже, не радеют о детях с их душою. О таких отцах я сказал бы, и никто пусть не приписывает этих слов гневу, что они хуже даже дето-убийц. Те отделяют тело от души, а эти, то и другую, вместе ввергают в огонь гиенский. Не так жестоко изострить меч и взять его в правую руку и возить в самое горло сына, как погубить и развратить душу. Потому что ничего равного ей нет у нас. Что же скажут? Неужели живущему в городе и имеющему дом и жену невозможно спастись? Конечно, не один способ спасения, но их много, и они разнообразны. Об этом, хотя неопределенно, говорит и Христос, возвещая, что в доме отца моего обители много. А с некоторой определенностью, говорит Павел, когда пишет так, «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе». Смысл слов его такой. Они будут сиять, как солнце. Одни будут сиять, как солнце, другие, как луна, а иные, как звезды. Поэтому не странно ли, когда предлагается нам подумать о воинстве небесном, то не скорбишь, если сын твой получит там последнее место и станет ниже всех. Впрочем, если угодно, посмотрим еще и на то, возможно ли вращающимся в мире получить и это место, то есть спастись. Блаженный Павел изъяснил это кратко, сказав, что имеющие жен могут спастись не иначе, как только если они будут иметь их как не имеющие и не станут злоупотреблять миром. В самом деле, когда отцы убеждают детей заниматься науками, то в их разговоре с детьми не слышно ничего другого, кроме таких слов. Такой-то человек низкий, из низкого состояния, усовершенствовавшийся в красноречии, получил весьма высокую должность, приобрел большое богатство, взял богатую жену, построил великолепный дом, стал для всех страшен и знаменит. Другой говорит, такой-то изучив итальянский язык, блистает при дворе и всем там распоряжается, иной опять указывает на другого, и все на прославившихся на земле, а о небесном никто ни разу не вспоминает. Итак, вы, когда напеваете это детям с самого начала, учите их не другому чему, как основанию всех пороков, вселяя в них две самые сильные страсти, то есть корыстолюбие и еще более порочную страсть, суетное тщеславие. Итак, если юноша будет увлечен в это рабство с самого начала, то когда он будет в состоянии сделаться свободным, как может избавиться от потопления, если все толкают его, все погружают и усиленно подвергают необходимости потонуть? Если же скажешь, что это не так, но что и живущему в мире можно совершать все добродетели, я не могу принять такого учения. И вы сами виной тому, потому что и словами, и делами своими противоречите этому мнению и учите противному. Вы как будто нарочито, нарочито стараясь погубить детей, позволяете им делать все то, делая, что невозможно спастись. И перечисляет многие заповеди из Евангелия, на нарушения которых родители своих детей подвигают на основании дружбы с миром. И далее, чем же я могу убедиться, что им возможно спастись, когда вижу, что их склоняют к таким делам, за которые Христос возвестил неизбежную погибель? Когда вижу, что вы о душе их как бы о чем-то ненужном не брежете. А чтобы драгоценнейшее всякого извоняния душа была золотая, об этом помыслить не хотите. Далее святой Иоанн подводит к мысли о том, что не родить о самом главном, то есть о спасении души, и думать, что оно сбудется при нашем сне, является крайним, краем неразумия. Но что для спасения необходимо? Строгое любомудрие. Любомудрие с церковнославянского языка переводится как подвижничество или благочестивая жизнь. А для чего, скажешь, нашим детям нужно это любомудрие или строгий образ жизни? Вот это самое изгубило все, что дело, столь необходимое и поддерживающее нашу жизнь, считается излишним и ненужным. Что же скажешь, неужели всем нам любомудрствовать, а житейским делам погибнуть? Нет, почтеннейший. Непреданность любомудрию, а нелюбомудрия погубила и расстроила все. Кто, скажи, мне расстраивает настоящее положение дел? Те ли, которые живут воздержанно и скромно, или те, которые выдумывают новые и беззаконные способы наслаждения? И перечисляет здесь примеры дел людей беззаконных, противопоставляя их добродетелям людей любомудрых. Первые, не то же ли в общественной жизни, что опухоли на теле и бурные ветры на море, своей невоздержностью потопляя тех, которые сами по себе могли бы спастись? А последние, как яркие светила среди глубокого мрака, не призывают ли бедствующих среди моря к своей безопасности и возжегши вдали на высоте светильники любомудрия, не руководят ли таким образом желающих спокойную пристань? Не от первых ли возмущения и войны, и ссоры, и разрушения городов, и угнетения, и порабощения, и пленения, и убийства, и бесчисленные бедствия в жизни, не только наносимые людям от людей, но и все посылаемые с неба, как то засухи, и наводнения, и землетрясения, и разрушения, и потопления городов, и голода, и язвы, и все прочее, что свыше насылается на нас. Так они извращают общественную жизнь и губят общее благо. И святой Иоанн, противопоставляя жизни в миру, жизни монастырей, говорит, ничего такого нельзя видеть в монастырях, но хотя бы в мире поднялась буря, отшельники одни сидят в пристани, в спокойствии и великой безопасности, как бы с неба, взирая на кораблекрушение других, потому что они избрали образ жизни, достойный неба, и пребывают в нем не хуже ангелов, как между ангелами, нет никакого нестроения, нет того, чтобы одни благоденствовали, а другие терпели крайние бедствия, но все одинаково наслаждаются миром, радостью и славою. Так и здесь, то есть в монастырях, никто не жалуется на бедность, никто не превозносится богатством. Это твое, а это мое. Такое разделение, извращающее и смущающее все дела, изгнано отсюда. Так и у нас, как пошли бы дела, если бы все мы стали подражать им. Пусть, говорят, дети прежде займутся науками и усовершенствовавшись в красноречии, потом уже и переходят к этому любомудрию. Тогда никто бы не препятствовал. Но какая польза посылать детей к учителям, где они научатся прежде красноречия порокам и желая приобрести менее важное, потеряют важнейшее – силу, души и все доброе настроение. Так что же, разрушить нам с каждого училища, я не говорю этого, но говорю о том, как бы нам не разрушить здание добродетели и не заглушить живой души. Когда душа целомудрена, тогда не требует никакой потери. Когда душа целомудрена, тогда не будет никакой потери от незнания красноречия. А когда она развращена, тогда бывает величайший вред, хотя бы язык был весьма изощрен. И тем больше вред, чем больше это искусство, ибо порочность в соединении с искусством в слове производит гораздо худшие беды, чем необразованность. И что худого от незнания, когда у нас исправна самое важное? И это признано не только у нас, которые смеемся над внешней мудростью и почитаем ее буйством, но даже у самых внешних философов. Итак, красноречие не дело философов и вообще мужей, а предмет честолюбия для забавляющихся юношей, как думают и сами философы. Не так, для неверующих довольно этих примеров. А для верующего, кроме этих, необходимо привести и наши примеры. Какие же? Тех великих и святых мужей, из которых у первых не было грамотности, у последующих была грамотность, но еще не было искусства красноречия, а у позднейших была и грамотность, и искусство красноречия. Первые не знали ни того, ни другого, потому что не учились не только красноречию, но и самой грамоте. Так истинная мудрость и истинное образование есть не что иное, как страх Божий. И пусть никто не думает, будто я узаканиваю, чтобы дети оставались невеждами. Нет, если кто поручится насчет самого необходимого, имеется в виду сохранить здание души юноши, здание добродетели, я не стану препятствовать, чтобы у них было в избытке и это искусство. Но нет никого, кто бы обещал это и сделал. А если нет, то было бы безмерной жестокостью оставить того, кто не может защищать самого себя, но лежит пораженный бесчисленными ранами и на других наводит уныние. Но так как многие из отцов настоятельно желают видеть каждого своего сына, занимающимся красноречием, то мы не станем спорить. Но пусть будет нам предложены на выбор два дела. Или пусть сын, посещая училище, старается изучать науки. Или пусть в пустыне печется о душе. В чем лучше, скажи, мне успевать. И далее святитель Иоанн Златоуст показывает превосходство иночческой жизни над мирской и что в ней гораздо лучше достигнуть успеха, чем совершенство в красноречии, живя мирской жизнью. И показав это, превосходство приводит к мысли о насущных вопросах, где и кому удобнее или легче спастись, в миру или в монастыре. И какое различие между мирянами и монахами. Между тем, сам же ты прежде говорил, что же разве живущему в городе и имеющему дом нельзя спастись, если и живущий в городе мог бы спастись, как ты говоришь, что гораздо более удалившийся в пустыню. Но скажет кто-нибудь, ни одно и то же погрешит ли мирянин или навсегда посвятивший себя Богу, то есть монах. Так как не с одной высоты падают они, то и раны у них не одинаковы. Ты очень заблуждаешься и обманываешься, если думаешь, что иное требуется от мирянина, а другое от монаха. Разность между ними в том, что один вступает в брак, а другой нет. Во всем же прочем, они подлежат одинаковой ответственности. Так гневающийся на брата своего напрасно, будет ли он мирянин или монах, одинаково оскорбляет Бога, и взирающий на женщину с вожделением, будет ли от тем или другим одинаково будет наказан за это прелюбодеяние. И еще сказав, горе вам, смеющимся ныне, не прибавил монахам, но вообще всем положил это правило. Так он поступил и во всех прочих великих и дивных повелениях. Павел же в послании, обращаясь к людям, имеющим жен и воспитывающим детей, требует от них всей строгости жизни, свойственной монахам. И так, устраняя всякую роскошь в одежде и в пище, он пишет такие слова, чтобы так же и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, но не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою. Послушай так же, что заповедует он о любви. В главе добродетели. От мирян он требует той же любви, какой требовал Христос от учеников. Как Спаситель сказал, что самая высшая степень любви состоит в том, чтобы душу свою полагать за друзей своих, так и Павел выразил то же самое, сказав, не ищет своего. И к такой-то любви заповедовал стремиться, что и от мирян требуется то же самое, что от монахов, потому что любовь есть связь и корень многих добродетелей. То именно извратило всю Вселенную, что мы думаем, будто только монашествующему нужна большая строгость жизни, а прочим, можно жить беспечно. Ясно доказав это, исследуем теперь и то, кто легче и скорее может пасть. Впрочем, здесь не нужно нам и исследование. Хотя сохранение целомудрия легко для человека женатого, однако здесь мы видим падающими больше женатых, нежели монахов. Не столько выходят из монастырей для вступления в брак, сколько от брачного ложа уходят к блюдницам. Если же миряне так часто падают в том, против чего им легко бороться, то что им делать с прочими страстями, которыми они возмущаются более, нежели монахи? Что же скажут? Неужели все женатые погибнут? Не это говорю я, но то, что им, если захотят спастись, предстоит больше трудов по неизбежной необходимости, потому что несвязанному легче бежать, нежели связанному. Но получит ли он и большую награду, и блистательнейшие венцы? Нет, потому что он сам налагает на себя эту необходимость, то есть жениться между тем, как можно бы и не налагать. Итак, когда у нас ясно доказано, что мы подлежим ответственности одинаковые с монахами, пойдем и сами по удобнейшему пути, и сыновей поведем по нему. Но скажут, разве после брака и рождения детей нельзя посвятить себя любомудрию, достигшей глубокой старости? А кто нам поручится, во-первых, что мы достигнем глубокой старости, и во-вторых, что достигши ее, непременно сохраним это намерение? Мы не властны в пределах жизни, чему учит и Павел, когда говорит, что день Господень так придет, как тать ночью. Если бы от нас зависело время борьбы, можно было бы ожидать старости. Если же надо бы на человеку бороться с того возраста, в котором воздвигается против нас сильнейшая война, то почему ты назначаешь для подвигов время старости. Поэтому лучше вооружать сына с юного возраста, когда он власти над собой ничем не связан. Приступивший к любомудрию в конце своей жизни употребляет все время на то, чтобы посильно омыть грехи, соделанные в прежнем возрасте, и на это истощается все его усердие. Но часто он не успевает и в этом отходит отсюда с остатками ран. А кто с юных лет вступил в подвижничество, тот не тратит времени на это и не ссидит врачуя свои раны, но с самого начала уже получает награды. С кем же ты желаешь быть твоему сыну? С теми ли, которые с великим дезновением могут взирать на самих архангелов, или с теми, которые стоят вместе со всеми и занимают последнее место. И далее свидетель Иоанн Златоуст пример для подражания в преодолении к привязанности к детям, которое препятствует к достижению лучшего результата в спасении души детей, приводит в самоотверженные примеры священного писания. «Была одна иудеянка Анна, эта Анна родила одного сына и не надеялась иметь другого». Речь идет о пророчице Анне и пророке Самуиле. «Потому что и того едва получила после многих слез, так, как была бесплодна. Она, получив этого сына, держала его при себе только до толи, пока нужно было питать его молоком. А как скоро он уже не стал нуждаться в этой пище, она, взяв его, немедленно посвятила Богу, и он жил постоянно в храме Божьем. Оттого юноша сделался столь доблестным и великим, что, когда Бог отвратился от народа еврейского за распространявшееся в нем нечестие, своею добродетелью опять преклонил и умолил даровать иудеям то же, что и прежде, и возвратил отлетевший дар пророчества. Так полезно всегда отдавать свои стяжания Богу и отказываться от всего не только от денег и имени, но и от самых детей. Если нам велено поступать так с душой и своею, тем более со всем прочим. Так поступил и патриарх Авраам, если лучше сказать, гораздо выше, зато и получил обратно сына с большей славой. Отпустим же детей служить Богу, вводя их не в храм, как Самуила, но в самое небо вместе с ангелами и архангелами. Они будут предстательствовать с великим дерзновением не только за себя самих, но и за нас, и за вас. Ибо если некоторые получали от Бога некоторую милость за отцов, тем более отцы получат за детей, потому что воспитание важнее природы. И Иова Писание прославило как за то, что он был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла, так и за попечение о детях. А оно состояло в чем? Послушай, что говорит Писание. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и очищал их и вставая рано утром возносил всесожжения по числу всех их, ибо говорил Иов, может быть сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем, имел столь великое попечение о детях, что опасался и за тайные грехи их. Итак, имея столько примеров, будем приготовлять Богу доблестных служителей и исполнителей, будем же делать все, чтобы оставить им богатство благочестия. Действительно так, кто предпочитает земное духовному, тот лишится и того, и другого, а кто стремится к небесному, тот непременно получит и земное. И это не мои слова, но самого Господа, имеющего подать эти блага. ищите же, говорит он, прежде Царство Божие и правды Его, и все это приложится вам. Спасибо, Господи, за внимание. Владыка, простите, в преддверии прощенного воскресения у всех прошу прощения, простите меня. Благодарим отца Владимира. Попрощаться еще успеем на собрании. Спасибо, Господи, за интересный доклад. Вы сами выбирали именно тему доклада, да? Нет, тему доклада меня благословили. Да. Хорошо. И мы сейчас увидели, насколько она важна. Сколько здесь мыслей важных, мыслей, которые, скажем так, вопросы, которые возникают. То есть, как воспитывать детей, заботиться о них ли, чтобы они пошли в монастырь, кому легче спастись, кому легче согрешить, монахам или мирянам. Вот. То есть, вопросы очень и очень важные. Здесь я делал пометочки. Действительно, во времена Иоанна Златоуста некоторые верующие, благочестивые родители, еще недопонимая ценности монашества, воспитывали, в общем-то, в обычном благочестии детей, но старались их обмерщить и сделать наследниками своих имений, женить или выдать замуж, чтобы, помните, как есть такая фраза, хочется увидеть внуков. То есть, обмерщали. И хотя, с одной стороны, казалось бы, действительно, заботились о детях, благочестивые семьи, но до самой высоты, до планки, которую Златоуста задает, они не дотягивали. Почему? Потому что, видя даже зачастую склонности к монашеской жизни, то есть, предрасположенности детей, они старались их обмерщить. И этим, конечно, очень сильно согрешали. То есть, Господь так бы призывает свое воинство и детей, они оставляют их служить земному царю и земному миру. Знаем также, что у многих святых препятствовали родители. Скажем, мама преподобного Феодосия Печерского много раз его находила, когда он юноша убегал из дома, чтобы стать монахом. Наказывала его физически и в заперти держала дома. Но потом все-таки ему удалось уйти, и она со временем смирилась. И даже мама свидетеля Игнатия Брянчанинова была очень недовольна его уходом в монастырь. Но, что интересно, перед своей кончиной, когда уже на адре болеет, на смертном адре возлежала, и говорит, слава Богу, что у меня один из сыновей монах, хоть он выйдет за меня молиться, потому что другие мои дети, обремененные житейскими проблемами, наверняка не смогут за меня усердно молиться. Ну, есть такие монашеские предания, в беседах святых отцов встречаются, что из-за подвига одного достойного монаха спасаются семь поколений. То есть Господь по своей милости спасает и его предков. Ну, и мы знаем с вами из истории русской православной действительности, русской жизни, что очень-таки верующие люди старались все-таки, чтобы из их многих детей, мы знаем, что и 10 детей было, и больше в семьях, чтобы хотя бы кто-то стал монахом и молился. Другие, чтобы дети там, допустим, о них заботили здесь в старости, но кто-нибудь, чтобы еще позаботился уже после их кончины. Здесь еще важно, сегодня наблюдать, я когда еще в монастыре был, такое не очень хорошее явление, когда на приходах священники, также замечая устроение близко к монашескому, у молодых прихожан или юноши, или девушек не заботиться о том, чтобы развивать вот это стремление к монашеской жизни, и даже были случаи, я сталкивался, видел, такие у нас приходили некоторые братья, которые говорили, я так хотел в монастырь идти, но батюшке нужен был на приходе помощник, меня оставили, потом нашли мне невесту, я повенчался, но все-таки так не совсем по любви было, сколько-то пожили, не смогли вместе жить, мне пришлось развестись, потом еще с другой пожил, и вот теперь пришел в монастырь, весь израненный такой, а если бы священник вовремя заметил это, стремление к монашесу, поговорил бы с друзьями, монахами, и ну скажем на время в монастыре он бы там посмотрел, пригляделся, если понравится, можно было бы сделать ему монахом, конечно, для священников, для пастырей, наверное, это будет высшей честью, если кто-то из его прихожан пошел в монастырь, стал там подвязаться, я таких священников знаю мирских, и они, конечно, с радостью говорят о том, что вот были у нас прихожане или прихожанки, или прихожанин, вот сейчас подвязаться в каком-то монастыре, для всего прихода даже это честь такая, ну и, конечно, большая награда таким пастырем, которые талантливых в этом отношении молодых прихожан готовят к этому высшему подвигу, ну, я думаю, для того, чтобы так-то видно среди молодых прихожан, у кого есть склонность к этому, ну, и надо, скажем, в нашей парке есть женский монастырь, есть мужской монастырь, можно посоветоваться с настоятельницей, с настоятелем, и, конечно, надо как из полы в полу, то есть надежные руки передавать даже на время, даже поехать, посмотреть, пожить в монастыре немножко, надо все-таки подконтрольно, все-таки пастырь несет за него ответственность, не просто куда-то отослал, и этот человек попал в какой-то монастырь, как мы знаем, в Средиуральске, да, и что с ним дальше будет, то есть, очень ответственно сопроводить его, сначала на время, а потом, если понравится, и Бог даст постоянно в монастырь, это очень, и в любом случае, отправлять ли в монастырь, или оставлять на приходе, чтобы высшей, как сказать, высшей целью для нас было спасение этого человека, не так, что, ну, мне нужен кочегар, вот я тебя оставлю, или мне нужен там певец, ты хорошо поешь, вот я сейчас жену найдем, невесту вот здесь, чтобы остался на приходе, конечно, даже если нам не хочется, чтобы человек покидал приход, но если мы видим хорошие задатки, то надо поспособствовать, вот, для того, чтобы воспитывать правильно, ну, касательно юноши, скажем, отроков, то здесь пастырям, нашим священникам, в самом алтаре нужно создать очень благовейную духовную обстановку, ее поддерживать, чтобы не было прознавсловия, чтобы было благоговение, сами священники, чтобы дьяконы очень были благовейны, для того, чтобы было возможно завести в алтарь, допустим, отроков, и чтобы они учились благовению, благовейному служению, молитве, но я думаю, что если это многоштатный приход, то надо, чтобы кто-то отвечал за отроков, не просто настоятель или священник, там, он дьякон, и отроки пришли сами по себе, надо обязательно назначать им наставника, или это дьякон, или это священник, или это, может быть, старший панамарь, благочестивый, то есть наставник должен быть, конечно. Дальше фразу привел отец Владимир из послания апостола Павла, время приближается к концу этого века, так что, давайте, имеющие жен, чтобы были, как не имеющие, покупающие что-то, как ничего не приобретающие, и, конечно, для них это загадка в этих словах, но мне очень понравилось пояснение этих слов у святого правильного Яна Кронштадтского. Я сейчас зачитаю прям. Он говорит так. «Имеешь ты жену, живи с нею в любви и согласии, но не привязывайся к ней всей душой своей до забвения Бога и той жизни, в которой не женится, не посягает, то есть не выходит замуж. Не делай ее целью твоей жизни и преимущественным предметом твоих забот. Имеющие жен должны быть, как не имеющие». Ну и подобно тому покупающие, как ничего не приобретающие. Тоже говорит, если ты купец, торгуй, продавай, но не делай своей торговлей целью твоей жизни. Что важно здесь отметить, некоторые жены могут обидеться на мужа. «Ну как, я должна быть светом твоих отчей, ты меня должен всем сердцем любить, все душой, и это уже не христианское понятие. объяснить, что всем сердцем, всей душой, всей мыслью, всей крепостью своею мы оба должны любить нашего Бога, Создателя и Спасителя. А, конечно, нужно любить и супругу свою, и взаимность должна быть, но это называется любить во Христе, то есть с точки зрения вечности. Как ее Христос любит, также любить нужно и свою половинку. Причем, если любить неправильно, как вот Иоанн Каштатский, до заведения Бога и той жизни, которая последует за гробом, то представьте, это вред будет и самой этой жене. Когда муж должен быть главой семейства, соединять все семейство с Богом, своим благочестием, молитвой, заботой, воспитанием жены и детей, а он вдруг станет поклонником жены. Вместо того, чтобы к Богу обращаться и от Бога получать благодать и даровать жене и детишкам, он обращается полностью к жене, теряет связь с Богом и из-за этого вся семья деградирует. Есть такое понятие, подкаблучник, допустим, человек, значит, слабый, значит, вся семья, вот, все вверх дном в семье. Иерархия неправильно выстроена. Соответственно, рода, в том числе, и та же жена, которая, она хотя захватила власть, вроде радоваться надо, она видит, что все деградирует. Так вот, и это касается, что важно, и сейчас я где-то с болью об этом говорю, бывает, вот, юноша, благочестиво живет, живет, потом раз в кого-то влюбился, все, это предмет его страсти, это идол, и человек все теряет, вот, лишь бы быть рядом с ней. И это не принесет пользы ни ему, ни этой избраннице. Только один вред будет. Дальше говорится о том, что если родители не заботятся о воспитании детей, то у них могут быть такие пороки развиться, как корыстолюбие, тщеславие, и даже некоторые родители потакают этим страстям. Соответственно, потом это гордости приводит, дети испорчены становятся, и вся жизнь их испорчена. Был случай такой очень трагический, помню, в Новосибирске приехала одна семейная пара, делится своей трагедией, их дочка 12-летняя повесилась. Ну, что может быть страшнее? Вообще родителям терять детей очень тяжело, тем более и уже не помолиться даже за нее. Ну, оказывается, она была спортсменкой, и в 12 лет она обгоняла десятиклассниц на лыжах. Очень много кубков, медалей, они все это показывают, соревнования, победительница во всем. Это развило в ней очень большую гордость, тщеславие. И она стала пытаться верх взять во всей семье, командовать родителями, ставить им условия. и вот одно из условий они не выполнили, она их предупредила, если так не сделать, я повешусь. Они не выполнили ее условия, не знали, что так все серьезно, она повесилась. Приходят с гостей, она висит на трубе. А проблема в том, что они не замечали этой страсти, ну, и не считали нужность с ней бороться, может, даже развивали эту страсть. и до сих пор бывает такое, что развивают гордость и тщеславие в детях и таким образом портят детей, делают их такими чадами уже гнило. Противоположность этому, если почитать, как мама воспитывала Фаисия Святогорца в будущем, он пришел, говорит, я пришел, плачу, мама, меня дети не берут в футбол играть, потому что я голы умею забивать хорошо, и меня выталкивают из команды, а мама ему говорит, сынок, у нас есть мячик, двор большой, гоняй этот мячик, а то, что ты хочешь гол забить, в этом есть гордость, и не позволял сыночку играть даже в футбол, и вот такой смиренный вырос сыночек. Дальше говорится, что есть заблуждение такое, что есть монахи, такие люди, как монахи, которые должны все заповеди исполнять, и есть миряне, которые, в общем, на троечку живут, и ладно, и они спасутся. Златоуз говорит, нет, заповеди даны для всех, и от каждого спросится, или мирянина, или монаха соблюдение заповедей. Эти два чина отличаются лишь отношением к бракам, что монахи не желают обременять себя брачными узами, чтобы больше Богу служить, об этом тоже в Священном Писании говорится, а мирские люди вступают в брак для того, чтобы вместе с своей избранницей или избранником идти в Царство Небесное, детей воспитывать, и тоже делать наследниками Вечного Царства. И дальше еще интересная, я такой раз такую мысль слышу, но интересная. Наверное, мирянин больше венцов получит, он же столько тянет в миру, ему тяжелее спасаться, зато он говорит, да нет, он же сам возложил на себя это время брака. Вот, интересная мысль такая. Но, также, скажем, преподобный старец Паисии Святогорец говорит, что хороший семьянин был бы и хорошим монахом, и наоборот, хороший монах стал бы отличным семьянином, если бы изначально избрал другой путь, потому что основа подвига семейного и монархского это любовь, жертвенная любовь. Поэтому и там, и там может хороший человек себя правильно проявить. Вот, но теперь вопрос в зал, может докладчик ответить, как переводится любомудрие на греческий язык. Отец Владимир. Микрофон включите, вообще будет хорошо. Не слышно, потому что микрофон выключен. Владыка, на греческий? Да, на греческий. На греческий не могу сказать. Магистр богословия есть у нас Самохин, отец Димитриев? Философия. Правильно, вот есть у нас. Философия. Любая философия. София, мудрость. Так, отцу Алексею тогда вопрос. Как переводится на греческий человеколюбец? Антрополог. Или антропофил. Филумен. А если так сделать? Илантроп. Илантроп. Совершенно верно. Ну вот, сегодняшняя викторина подошла к концу. Один один, значит, ничья. Ну, благодарю всех за внимание, за участие в конференции. Спасибо, Господи. Завтра ждем всех без опозданий на молебен, а потом на собрание партийное.